Всем привет! Сегодня у нас история от подписчиков. Сейчас я их зачитаю и дадим с вами комментарии на эту тему. Здравствуйте, Галина! У меня такая история. Этим годом сентября познакомилась в Турции с Курдом. Ездила в Турцию уже три раза и до этого были знакомства, но лишь гуляли по окрестностям. У отеля ничего более. А тут познакомилась в ночном клубе в первый же день по прилету. Решила, так сказать, тряхнуть стариной. Как оказалось, ему 33 года, а мне 44. Он не женат и нет детей. За 10 дней отдыха нашего в Турции мы лишь на 7 дней с ним встретились. Так как я любитель экстремальности, экскурсионных поездок, и все экскурсии были почти на весь день. Хоть он и просил, чтобы были наши встречи с ним пораньше, но уже было все оплачено по экскурсиям. И вот она встреча-свидание. Вначале мы гуляли по парку, недалеко от отеля был парк, потом погуляли подальше. И в конечном итоге он снял отель, и мы там пробыли почти двое суток. Здесь я становлюсь... Он меня поводил по парку, а потом отель снял. А ухаживать, например, в ресторан сводить, на дискотеку и так далее не надо. Да, это было? О себе он рассказал, что работает в отеле в ресторане менеджером, что сам он с Диарбакыра, что родители живут там. И он им помогает материально, что детей у родителей пятеро. Но суть в чем? Мы пробыли вместе два дня, и вот пришлось мне улетать. Он обещал, что приедет в Анталию провожать, но не приехал. Проспал якобы, хотя самолет был в 21.45. Я тоже сомневаюсь, что ты проспал. А я, если честно, что-то ждала его. Домой прилетело подавленное, разбитое состояние было. Казалось, что он меня обманул, что не нужно было заводить никаких интрижек. Да не тут-то было дело. По прилету домой он стал извиняться, что не приехал в аэропорт, что проспал, и что якобы очень хотел, но потом уже вслед сказал, что тяжело провожать любимого человека за тысячу километров. Ну, вы расставили от слова «любимый», конечно же, человек. С первых же минут близости он стал меня называть женой и познакомил бы меня со своими родителями. И что очень хочет совместного проживания. Но еще не познакомил, о чем-то это только слова. В первые дни дома я была очень подавлена, скучала по нему, как девочка-подросток, будто влюбилась в него. Он писал также, выходили на звонки, видеосвязи с ним. Я могла в любое время, дня и суток, ему позвонить, и он тут же отвечал. Он ждал меня в ноябре на празднике, но тут у моей мамы предстояла операция, и поездка отменилась. За два месяца сентября по ноябрь он считал наши дни встречи и очень хотел видеть меня. Но нет возможности материальных на жилье, на билет. Деньги имеются, а вот жить денег у него нет. И хочет прилететь на 7-10 дней. Вот я и думаю, что мне делать. На свое жилье его не хочу везти. За съем жилья за свой счет не хочется как-то. Показать свой город я не против. Наш город Казань красивый, я горжусь своим городом. Да и тем более позволяет то, что его могу повезти на своей машине, а не транспортом. Но вот и думаю, что ему сказать. Приезжай, я плачу жилье или же с поля зрения вообще мне исчезнуть. Может у него и нет любви ко мне, а есть лишь какие-то меркантильные интересы. Типа остаться навсегда в России. Как-то он просто спрашивал о том, что нужна ли виза в России, если он останется жить в России. Посоветуйте, пожалуйста, Галина, как быть мне. Может в Турции есть сайты какие-то, как у нас в России. Например, в Телеграме, где сливают меркантильных турок, мошенников с какими-то такими интересами. Таких особей. Может и он там есть что-то уж больно, он положительный. Как будто в характере и на все быстро соглашается. И быстро во всем уступал мне. Да и красавец сам, еще и молодой для меня. Ведь мне 44, а ему 33. Верит ли в его любовь или все же присутствует меркантильность в нем по скрипту? Да, и он еще говорил пару раз о неблагоприятной экономической ситуации в Турции. Жить-то он там не хочет. А я-то наоборот хочу жить в Турции. Заранее благодарю и жду скорейшего вашего ответа. Хочу еще добавить, что он хотел меня с родителями познакомить. И когда я приехала в свой город, я ему, впрочем, сказала, что твоим родителям не понравится, что у тебя спутница старше тебя на 11 лет. На что он ответил, что родителям понравится та жена, которая мне будет нравиться. Вот и думаю, правда это или искренен ли он в отношениях. Давайте я вас буду спускать с небес. Но я по факту, я за правду, знаете, без обманов всяких. Чтобы, скажем так, пусть я буду тем человеком, который снимет розовые очки. И вы просто реально посмотрите на человека. Я по фактам из вашего письма ничего не знаю. Я вас с ним ни с кем не знаком. Что мы имеем? Познакомилась на дискотеке с работником кухни в отеле. В Анталии где-то там отдыхали. Мы гуляли по парку, потом он на два дня снял номер. Ну, понятно, у нас там была с ним близость, вся история. Меня в аэропорт не проводил. Набрал, что проспал. Затем хочет приехать ко мне в гости. Денег у него только на билет, дай бог, в одну сторону. Еще неизвестно. На жилье денег нет. Хорошо ездит по ушам. Обещает, я бы познакомил тебя с родителями. Ты моя жена и бла-бла-бла. По факту этого у нас нет. Мы их не берем в учет, да? Я пальчики сижу, загибаю. И все. Ничего больше у нас нет. То есть гуляли, ходили на дискотеку, гуляли по парку. Спали с ним в номере. Не проводил на самолет. Хочет приехать в гости, жить ему негде. Вот что мы имеем из вашей романтики любви. Ну, это типичное поведение Альфонса. Типичнее не бывает. Который будет ждет, чтобы вы накормили, напоили, спать у вас жили. А он вам будет за это петь о любви. Здесь ключевое то, что я влюбилась, как девчонка. У меня порхали бабочки в животе. Ему 33, мне 44. Все просто. Вот она ответ, что вас тянет. Вам хорошо, красиво говорят о любви. Вы за это готовы платить. В начале вы даже в письме пишете, ну, как в конце письма, в первых строчках, а когда результаты, ну, вопросы задаете, да. Вы сначала пишете о том, что я не хочу ни к себе домой. И как бы, что я ему, платить отель, что я должна? Логично. Вы уже даже, когда это пишете, начинаете уже свою позицию терять и соглашаться на что-то другое. Он вас будет любить и говорить как минимум об этом. Я не знаю, Альфонс это или нет, но очень на то похоже. Я бы не называла это прям Альфонс. Это просто мальчик, который ждёт, что его спасёт женщина, которая его старше, который он сюда будет плакать. Взамен, если вы готовы платить за слова о любви, какая вы замечательная, как он вас любит, он будет пользоваться при этом вашей квартирой, вашей машиной, а может быть останется жить. Короче, вот то, что вы про него писали, это типичная альфонская история. Его желание, он сам о них говорит, а вам не кажется? Я не хочу жить в Турции, здесь плохо, хочу переехать в Россию, а что там по визе, а ехать мне не на что, возьми меня к себе. Забери меня из этого ада кромешного, пожалуйста, спаси меня, женщина. Я за это буду спать с тобой, будешь меня кормить, а я тебе буду красиво петь о любви. Вам какой партнёр-то нужен? Просто, когда тема про альфонсов была, разоблачение альфонсов, там одна женщина написала такой комментарий, и это имеет место быть, это правда, она писала. А что, типа, если ты хочешь, чтобы тебе в уши пели о любви, каждодневно тобой восхищались, и ты платишь просто за это, содержа своего мужика такого, перевозя себе у такого иностранца на ПМЖ, или просто в гости он приехал. И это логично, это так и есть. Каждый оказывает какие-то услуги. Но это не любовь в плане счастья за то, что я тебя люблю, за то, что ты есть. Это его плата за ваше финансовое участие в его жизни, за эту помощь. Поэтому он говорит то, что вы хотите услышать. Возможно, он тоже вас любит, у него есть чувства. Он будет любить женщину-спасателя, которая за него что-то делать будет. Ему нужна мамка, он устал, он ноющий, уставший, страдающий, жертва, которая себя жалеет, в стране всё плохо, в жизни всё плохо, у нас там пять детей вообще, я вынуждена работать в отеле, на кухне, ещё и родителям денег в Диарбак отправлять. Я хочу сбежать. Вот замечаете, вот даже за прошедший месяц, это уже, ну ладно, окей, полтора месяца, это уже третья история про курды из семьи, где пять-десять детей, которые хотят убежать за границу. Никаких прямых как бы намёков. Я про это уберу чисто в моей голове. Я опять читаю, как пять в какой-то определённый раз. Опять это, опять это. Ну это так, скажем так, назовём это вам к сведению, или не знаю, как это назвать. В общем, вы меня поняли, да? Имейте это в виду. Вы должны для себя понять, а вы какого мужчину рядом с собой хотите. Если я вот говорю, что есть у нас, а вы решаете просто потом для себя, вам это нравится или нет, надо или нет. Вы сейчас имеете плачущего, жалеющего себя в позиции жертвы-страдателя молодого человека, который планирует сесть вам на шею. Но при этом он за это будет вам заглядывать в рот, говорить, что вы самое замечательное, говорить слова о любви, чтобы в вашем животе порхали бабочки, чтобы вы чувствовали, как я влюбилась, как малолетняя девчонка. Внимание давать. За это вот такая плата. Вам такое надо? Да или нет? Вот если сейчас послушали, мне сказали, нет, я так не хочу. Расставайтесь, вы ничего никому не должны. Отношения, общения сворачиваются. Если вы хотите себя, мужчину, чтобы он был как минимум со мной на равных, чтобы он мог меня поддержать в трудной ситуации, я его в том числе, чтобы просто любил меня и с деньгами, и без денег, и просто за то, что я есть, чтобы он достигал чего-то в жизни, стремился как минимум, старался работать, то есть чтобы у него были стремления, цели, какие-то хобби и интересы, и желательно, чтобы наши с ним интересы были в одном направлении. Вот у меня, например, экстрим, я люблю, чтобы он тоже этим увлекался. То есть я хочу такие нормальные себе отношения, где с мужчиной, ну не прям как за каменной стеной, но на равных с ним, чтобы меня не унажали, чтобы меня уважали, чтобы меня как личность ценили, любили и тоже говорили хорошие, приятные слова, что я тоже буду делать в ответ, что я буду любить этого человека. Вот если вам вот это надо, и вы сейчас хотите сказать, да, я вот так хочу, то то, что у вас есть сейчас, сейчас это не оно. То, что у вас есть сейчас, я повторюсь. Я буду сидеть на твоей шее, я буду тобой пользоваться, решай мои проблемы, спасай меня за это. Я буду говорить, что я тебя люблю, что ты самое лучшее. Но я опять повторюсь в моих прошлых видео, если вы их смотрели, когда заканчивается выполнением каких-либо потребностей, когда вы ему станете не нужным, он переступит и уйдет. Или вы найдитесь со временем этих бабочек в животе, приятных слов, он будет таким же, как и раньше. Но однажды вы проснетесь, посмотрите на него, подумайте, какого черта, я уже пять лет, его содержу, меня уже задолбал. Я просто себе на шею посадила ребенка, за которого надо решать все проблемы. Такой комментарий тоже был к видео из последних про Альфонсо. Там была женщина, которая пять лет с таким прожила, в один момент все было нормально, мне все устало, а потом в один момент проснулась и поняла, что черт побери, что я делаю. Вот так. Такая история. Вывод делать вам. Я просто разложила все как есть. Девочки, что можете посоветовать, пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Если вам также нужна консультация от меня как психолога, в инфобоксе под видео моя почта пишите тему письма консультация. Если вы хотите прислать также вашу историю для разбора на канале, пишите просто в теме письма «История от Анонима». Спасибо вам огромное за ваши подписки, комментарии, будьте активны на канале. Я все это читаю, мне очень приятно, это очень поможет моему каналу. Спасибо, скоро увидимся, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok